Приветствую вас, и вы знаете, я прочитал ваш текст, прочитал некоторые ответы коллег, по вашему тексту. Вот, в принципе смысла повторять ответы коллег я не вижу, потому что ответили вам в принципе правильно, особенно Ольга Белова, вот, ответила очень хорошо, вот, мне кажется, что прям вот точно максимально по вашему вопросу. Но поскольку её ответ ещё до сих пор не выбран лучшим, то, возможно, вы хотите узнать что-то ещё по, ну, по тексту. Вот, своему, возможно, вы хотите узнать ещё какие-то вещи. Вот, поэтому я постараюсь со своей позиции вам что-то ответить. Ну, во-первых, во-первых, ситуация сложна тем, ваша, в первую очередь, что вы хотите донести до своего мужа какие-то вещи, по сути, ничего не делая. То есть, вы хотите ему что-то объяснить, вы хотите ему что-то показать, вы хотите, чтобы он что-то понял. Но при этом, при этом, вы, судя по всему, кардинально менять что-либо в своём поведении не собираетесь. Что это значит, кардинально менять что-либо в своём поведении? Ну, по факту, по факту, это означает, что, вот, вы как работали там, где работаете, да, то есть, как вы брали на себя ответственность. Полную, полную, за семью. Изначально. Ещё до рождения ребёнком. Вот. Так вы её, в принципе, брали и продолжаете. То есть, да, вроде бы у вас есть, значит, такая установка, оправдание, что я это делаю, там, для того, чтобы, значит, ребёнок ни в чём не нуждался. Это так. Это так. Это верно. Но парадокс в том, что действуя так, действуя таким образом, вы лишь стимулируете своего мужа на продолжение такой модели поведения. Потому что она, такая модель поведения, его, его самого, целиком и полностью устраивает. И что-то делать, мужчина, не будет. Потому что мы, мужчины, понимаем только язык действий. И здесь, здесь, следующий важный момент, который я хотел бы, чтобы вы постарались понять. Это то, что не доносить, ну, не до вашего мужчины что-либо, не разговаривать с ним нужно, а действовать. То есть, как вам сказал мой коллега Игорь Летучий, вам нужно перестать давать ему деньги, вам нужно перестать ему помогать, вам нужно перестать его взятчики обеспечивать. Вот. И только тогда, только тогда, только в этом случае, мужчина может измениться и начать что-либо делать. Да и то, не факт. Потому что, потому что, может просто вспылить и уехать, например, к себе в деревню. Вот. Вариантов, вариантов здесь, на самом деле, больше нет. А, никаких вариантов, на самом деле, здесь больше нет. То есть, это, по сути, единственный вариант. который вы можете использовать для себя. Вот. Это, по сути, единственный вариант, который вы можете использовать для того, чтобы что-то исправить. Понимаете? Не больше, и не меньше. Конечно, важен анализ всей ситуации в целом. То есть, вы выбрали себе такого мужчину, который к работе относится крайне, значит, негативно. То есть, который работать не любит и который, в общем-то, не считает труд чем-то хорошим. Вы выбрали себе такого мужчину. Я полагаю, нет, случайно. По вашему тексту, я увидел, почувствовал, что вы склонны к активности. Вы склонны к тому, чтобы брать все на себя. Вы склонны к ведущей роли, ну, к лидерству. Это значит, что мужчина, скорее всего, рядом с вами, чувствует себя, ну, скажем так, подавленным. Тут вот очень важно, потому что, если вы не воспримите этот момент, то все останется, в принципе, так, как было и раньше. Вот. То есть, то, что вы в ярости, вы в ярости на мужчину, ну, это вам кажется так. А на самом деле, вы в ярости на себя, потому что получилось не то, что вы хотели. Вы думали, что мужчина изменится, вы верили его обещаниям и продолжали тянуть лямку за вас двоих. И самое интересное, самое интересное, что мужчина, скорее всего, искренне считает, что вы справитесь с проблемой. С любой проблемой справитесь вы. Он не считает, что вам нужно реально помогать. Он не считает, что вам нужно помогать, что вы, то вы не сможете что-то сделать. Он уверен, что сможет. Потому что даже мне через ваш текст чувствуется, что вы сильные, что вы, значит, склонны все преодолевать, что вы сами всего добиваетесь и так далее. Ну и естественно, что мужчину, таким образом, вы скорее подавляете, чем даете ему возможность себя реализовать. Вот. Я вас не обвиняю, я не хочу вас обвинять. Я просто говорю о том, что в ярости вам на своего мужа быть по факту, по факту, ты не за что. Потому что, ну, ничего такого необычного он не сделал, именно ваш муж. Как вам уже сказали мои коллеги, он таким, в принципе, был всегда. И с тех пор мало что изменилось. Но вот то, что вы ждали перемен, то, что вы ждали изменений с его стороны, это уже скорее ваша ответственность. Это уже скорее ваша желание. И вот чем обусловлены они, это уже совсем другая история. Пока я вижу у вас жизненный сценарий, будь сильный, будь лучший, не позволяй себе быть слабым. То есть не будь слабым. Это сценарный запрет. Который и определил ваши отношения с мужчиной. Потому что если вы сильные, то, соответственно, мужчина, который будет рядом с вами, так же сильным быть не может. Скорее всего это будет слабый мужчина. Почему? Потому что с сильным вы бы ссорились. Постоянно ссорились. Вот. Теперь я предлагаю вам проанализировать, из-за чего вы в ярости. Марина. Мой муж никогда не работал. Впечатливый. Значит, ему выгодно не работать. Ему выгодно не работать. Если ваш муж никогда не работал, значит, скорее всего, он никогда не знал, что такое личная ответственность. Почему? Потому что его не научили его родителям. Поэтому. Понятно, что спрашиваете вы с него, а не с родителей. Это понятно. Но. По-хорошему. По-хорошему. Спрашивать, наверное, все-таки именно с них, с родителей. Как так получилось, что они не привились к сыну. И любовь к труду. Не ответственность. Ничего. Как так получилось. А делали они это с какой-то тоже определенной целью. Можете быть уверены. Правда, вот с какой целью, это еще не ясно. Но то, что цель была, это скорее всего. Итак. Смотрите. Вы пишите, что я в ярости, мой муж никогда не работал. Если он никогда не работал, значит вы его приняли таким. Вы приняли его таким, не работающим никогда. И приняли вы его таким, скорее всего, ну, я бы сказал, не навсегда. То есть вы рассчитывали, что он изменится. Вы рассчитывали, что он поменяется. Таковы были ваши ожидания. Вопрос заключается в том, насколько ваши ожидания оправданы. И вопрос заключается в том, насколько вы в эти свои ожидания вкладываете свои желания. То есть если вам, если вам чего-то хочется для себя, если вам чего-то хочется, то вы это же сами и делаете. И вы это делаете, но ждете, что другой человек заметит ваши труды. И здесь еще одна, еще один момент. Недооценка. Важный стиль поможет от того, что вы делаете. Так, разве что полгода по молодости уезжал в другой город. Ему почти 35 лет, а ничего нет совсем. Опять же, Марина, вы выбрали такого мужчину и это ваш выбор. Прописан он у родителей в деревню. А к чему вы это написали, вообще непонятно. Сейчас мы переехали на другой город, так как мне пообещали достойную оплату здесь. Он же сказал, что найдет работу. То есть вы переезжаете из-за того, что он обещает, обещают достойную оплату вам. И мужчина чувствует себя здесь ведомым. И его это роль устраивает. Он сказал, что найдет работу. И вы ему поверили. Интересно почему. Потом я знал, что беременна. Он сказал, что будет денно и нужно работать, чтобы обеспечить семью. Ибо я уже во время беременности работать не могла полноценно. Скажите, а вот беременели вы, когда вы беременели? Вы на что рассчитывали? Вы чего ожидали? Что вы думали в этот момент? Он сказал, что будет денно и нужно работать, чтобы обеспечить семью. Опять же, вы поверили ему. Так прошло полгода, но работу он так и не нашел. Потому что ничего, потому что и мне. Нет, не поэтому. Не поэтому. Работу он не нашел, потому что вы работаете. Работали изначально. И необходимость забрать у него просто не было. Симула, мотивация. А развиваться ему в детстве запретили. Подавили его инстинкт к развитию. В интернете он смотрит работу час, потом ложится и говорит, что стал смотреть монитор. Это при том, что он целый день гоняет танчики. Целый день. Но я чувствую, чувствую у вас. Чувствую у вас негатив, чувствую вашу претензию к нему. Чувствуется это, конечно. Вот. Но, понимаете, здесь вы говорите, опять же, о взрослом человеке. То есть, если он целый день гоняет танчики, значит, у него нет мотивации делать что-то еще. Помимо этого. Значит, вы либо недостаточно его мотивируете, либо вы подсознательно выбрали в себе такого мужчину. И выбрали в себе такого мужчину вы не случайно. Так, вам такой мужчина был нужен для чего-то. Возможно, потому что мужчина, ну, например, посильнее. Он, по вашему мнению, мог бы вас подавлять, например. Мужчина посильнее, по вашему мнению, мог бы вам не давать действовать так, как вам хотелось бы. Ведь не случайно вы выбрали себе такого человека, который никогда не работал. Вы только вдумайтесь, вы только вдумайтесь. Вы предъявляете претензию человека за то, что он делал всю свою жизнь. Дальше. А, так, значит, целый день гоняет танчики. Ему это выгоднее, ему это интереснее, и его все устраивает. У него есть возможность гонять, он гоняет. А кто ему эту возможность обеспечивает? Вы. Во время беременности я работала до последнего, в день родов даже созванивалась с клиентами. Ну вот, 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 Марина. Пока есть такая женщина, как вы, которая, которая работает до последних, так сказать, до последнего предела. Пока есть такая женщина, как вы, которая все тянет на себе. Вот, ну. Зачем мы с ним не работаем? Так, дальше. Мне делать это очень тяжело, по понятным причинам я не могу и не хочу жертвовать нашим ребенком в угоны линии мужа. Ну, здесь, значит, вы, здесь вы, конечно, играете в игру все из-за тебя. Вот, посмотрите ее в интернете. Вот. Далее вы поставили вопрос ребром, то есть, по сути, использовали преимущество, повреждения. Да? То есть, родительская позиция. Вот. Муж, соответственно, поступает как ребенок, что-то делает под давлением. Вот. А после вновь, вот это вот его, его внутренние проблемы, его внутренние противоречия, его внутренние, так сказать, конфликты, приводят к тому, что он приходит злой, так ему нечем отдавать долг другу, которого пришлось заниматься, а тот на него разошлез, ибо деньги выдернули своего дела. Но говорил мне, что его вымораживает полуторачасовая дорога домой, стоять в положении, вообще целый день на работе на ногах стоять тяжело, если так пойдет дальше, будет расслабляться с мужиками после работы, типа пить. Ну, не очень понятно, зачем вы все это пишете, он совершенно просто бунт, то есть, вот, вы его предложили, вы его, ну, как бы выглядели, что-то делаешь, как родители, он бунтует как ребенок. Использует, по сути, делаю свой классический, эффективный, наверное, еще с детства, паттерн поведения. То есть, манипуляция. Еще я сказал, что я его перестану уважать как мужчина, так он приносит с праздником на работе в серпилу. Ну, это, опять же, с одной стороны, правда, потому что, если мужчина не может поставить себя в коллективе, а он, судя по всему, не может, что вы действительно перетянете его уважать. Ну, а с другой стороны, вам ответили мои коллеги, повторять их смысла я не вижу. Я в ужасе, я в ужасе. Ну, собственно, это, опять же, опять же, психологическая игра. Какой ужас, она так и называется, можете посмотреть ее в интернете. Вы пишите, мне уже кажется, что я ошиблась в своем выборе. Ну, скажем так, здесь сразу две, так сказать, ошибки. Первая ошибка, это то, что выбор имеет свои критерии. И в этом контексте я не думаю, что вы ошиблись, потому что вы делали выбор сознательно, вас никто не заставлял. Другое дело, что у вас были и остаются некие ожидания, которые вы лелеете и надеетесь, что они реализуются. Это первое. Второе. Мужчину, своего мужа, точнее, вы не стимулируете, надо, чтобы он был другим. То есть, он с вами не растет. А это значит, что вполне вероятно, что то, что сейчас происходит, заложено в вашем сценарии. То есть, вы подсознательно шли к этому, к тому, что вот мужчина по итогу окончательно вас достанет, и вы получили бы право развестись. Потому что вы, скорее всего, боитесь близости. Ну и эмоциональные, духовные близости я имею ввиду. И вообще надо сказать, что если мужчина-ребенок, а вы родитель, то никакой близости-то между вами нет. Более того, занимаете такую позицию, вы, то есть, позицию сильную, лидерскую, именно потому, что боитесь этой самой близости. Так что, я полагаю, что этот сценарий и его нужно менять. Как взрослый мужчин, который хочет взять хорошую машину побыстрее в квартиру и в ботеку, может так по детски себя вести? Ну, я бы, знаете, сказал бы немножко так. Как такая сильная, расследительная, способная, умная женщина, как вы, могла выбрать такого мужа, как он? А если выбрала, то для чего? У него ребенок, полная безответственность. Ну, это, вот это вот, родительская позиция. Это родительская позиция. Что, в принципе, полностью подавляет вашего мужа. И стимулирует его к тому, чтобы он вел себя так, как вел. То есть, как ребенок. То есть, ваша родительская позиция обуславливает его детское поведение. И если вы хотите, чтобы мужчина поменялся, измените свою позицию. Свою родительскую позицию смените на взрослую. Покажите себя, как женщина. Вот. Проявите себя, как женщина. Это и будет гораздо лучше. Вам никто не мешает, например, обеспечивать себя и ребенка, ну, раз уж вы ребенка родили. Но никто не мешает вам перестать обеспечивать мужа. Никто не мешает вам перестать заниматься с ним сексом. Никто не мешает вам готовить ему еду. Никто не мешает вам перестать за ним убирать и всячески ему помогать. и всё это с улыбкой, всё это с общением. И никто не мешает вам это делать. Нельзя ожидать от человека, нельзя ожидать от человека того, что он может быть дать вам не в силах. Нельзя. Вы это делаете. Как донести домой, что он по-детски себя вести, что он ведёт себя по-детски, должен некоторое время поработать, пока мы не придумываем что-то совместное, мысли уже есть на день. Или это уже всё. Взрослый мужик, которому не исправишь. Это взрослый мужик, которому не исправишь, Марина, но если вы измените своё поведение, то и он изменит своё. Семья – это система. И до тех пор, пока каждый из элементов системы находится на своём месте и выполняет свою функцию, ничего не меняется. Если хотите, чтобы изменилась мощь, меняйте сами. А если вы меняться не будете, но при этом будете пытаться, то как бы, чтобы вы не говорили, из-за того, что вы следуете прежним курсам, и мужчина будет тоже следовать прежним курсам. Особенно при условии, что у него желания что-либо менять нет. Нет. Вот. Я, наверное, дура, что повелась и влюбилась. Повелись на что? Влюбились – это не любовь. Влюблённость – это, опять же, скорее потребность. Здесь нужно анализировать, что вы вкладываете в понятие «влюбилась», что вы вкладываете в это. Потому что люблю – это одно, а влюблена – это другое. Люблю – это для тебя, а влюблена – это для себя, для меня. Я полагаю, что это нужно анализировать. У меня есть предположения, но это нужно обсуждать с вами. Что делать – не знаю, пишите вы. Что делать, чтобы что? Донести до мужа, что он ведёт себя по детски и должен поработать? Только то, что я сказал. Только то, что я сказал. Других вариантов нет. Ошиблись ли вы в выборе? То есть я, наверное, дура, что повела. Нет, нет, вы не дура. Вы не дура, потому что, видишь ли, человек устроен так, что он следует своим желаниям. Вы свои желания склонны подавлять. Как и любой человек со сценарием должен быть сильным, должен быть первым и не быть слабым. И мало-малевски подходящий вам мужчина вызвал у вас чувства, которые на самом деле были просто-напросто формой тех желаний, которые у вас, скорее всего, имелись. Вот. И то, что было с потребностями, вы восприняли вас как любовь. А поскольку вам это было нужно, поскольку у вас этого в жизни было, да и есть, наверное, очень мало, что вы и не можете этого себя лишить. Ну, в общем-то, что, в общем-то, вполне нормально. Вот. Потому что это естественно. Это естественно. То, что, вот, вы делаете. Но самое главное, самое главное, что тот факт, что вы говорите, что вы дура, то есть, как бы, обесцениваете себя, да, принижаете себя. Вот этот факт свидетельствует о том, что вы, как раз-таки, и к себе предъявляете, по сути, те же требования, что и к мужу. То есть, гиперответственность, возможно, даже чрезмерная ответственность и так далее. К себе у вас такие же требования. И если у вас к себе такие же требования, что волей-неволей это будет, как бы, подавлять вашего мужчину любого. Вот об этом и стоит задуматься. Если хотите, чтобы рядом с вами был мужчина, нужно быть женщиной. А женщина, это слабость. Женщина, это мягкость. Женщина, это разграничение своей и чужой ответственности. Женщина, это не мать, которая говорит, что ты ведет себя, как ребенок, полная безответственность. Это не, это не для вас. Понимаете? Женщина говорит, что ты ведешь себя так? Хорошо. Окей. Как хочешь. Веди себя, как хочешь. Но на меня, например, на меня, не надеюсь, на меня не рассчитывай. Ну, она не прямо, не явно это говорит. Она это говорит своим поведением. Потому что понимаешь, что, если она скажет, это будет, по сути, скандал. Только. Вот. И от скандала никто не, ну, никто не выиграет. На самом деле. Вот так. Я думаю, может, можно вам ответить на ваш вопрос. Вы еще можете все исправить. Вы можете все изменить. Но для этого требуется, еще раз повторю, ваше, изменение вашего поведения. Для этого требуется, повторю, изменить свою модель отношения. Вот. Понимаете? А не доносить до мужа какие-то вещи. И самое, пожалуй, последнее, что я хотел бы сказать вам, это то, что мужчина не понимает язык слов. Ну, в силу особенностей своей психологии. Мужчина понимает язык действий. Пока вы только говорите, ничего не изменится. Особенно это хорошо проявляется у славянских мужчин. Ну, то есть, у русских, у мужчин стран России и СНГ. Потому что годы патриархата, годы, ну, годы главной роли мужчин в обществе до сих пор несут свой след. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...